Нашла. У нее голограмма. Как распринтованная такая копия. Какая? Как распринтованное еще одно тело. Хорошо, понятно. Защищаем мы физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Эдиты в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Эдиты поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Эдиты. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Я не вижу за этой голограмму. Бери, пожалуйста. Скэнер. Отключи эту голограмму полностью. Выведи все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки. Все, что с ней соединено. Отключи их. Выведи. И как это все выходит в силу моего намерения, отправляю в клетку-тюрьму. У нее проводки с чипами от этой голограммы идут. Готово. Посмотрим, на кого мы сегодня их установим. Хорошо. Эдита, вы меня слышите? Она слышит тебя, и она чешет свое тело там, где были эти ключки. Хорошо. Мы это все уберем. Не беспокойтесь. Все это пройдет. Вот вы даете нам свое согласие на работу. Даю, даю. И я даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Эдиты под ногами. 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел Эдиты. Находит все. У меня спрут вышел первый. Гуманоид. Вот это уже интереснее. Дальше. Синий дракон. Инсектоид. У нее демон. Какой? 12. Еще кто? Все. Итак, у нас 12 демон, инсектоид, синий дракон, гуманоид и спрут. Откуда гуманоид? Из Ориона. Орион. Твоя голограмма? Моя. Сколько ты лет находился в этом биополе? Три года, четыре месяца. Хорошо. Сколько находился спрут в этом биополе? Семь лет. Сколько находился синий дракон? Какой у нас синий дракон, Вера? 12.38. Хорошо. Сколько ты? Года, семь месяцев. Один из семь года. Инсектоид, сколько ты находишься в этом биополе? Два года. И демон. Сколько ты находишься в этом биополе? Одиннадцать месяцев. Хорошо, спрашиваю всех присутствующих, кто находится из вас еще в квартире Эдиты. Демон, синий дракон. Да. Рот. У кого есть контракты с Эдитой, из присутствующих? Ни у кого. Хорошо, начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии. Эдиты спроекцируют все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Обращаюсь ко всем, кто является причиной сонного паралича Эдит? Никто. Это ее болезнь, да? Здесь идет страх какой-то. Блок страшный. С ее стороны? Или маленький возраст, или прошлая жизнь. Или в детстве, или в прошлой жизни. Я думаю, нам куратор больше ответит на этот вопрос. Мы сегодня с ним встречаться будем. Узнаем о причине. Проработка блоков, безусловно, очень важный момент. Он делается в регрессивном гипнозе с профессионалом. Находится то место, где вибрирует этот блок. Прорабатывается. То есть вы переживаете все те же эмоции. Потом выходите из этого состояния уже чистым и осознанным. Решив все проблемы в той ситуации. Соответственно, блок снимается. Здесь надо будет после сеанса еще вам поработать с тем, кто снимет с вас этот блок. Это не очень трудно делать. Но это надо сделать. Хорошо. Ждем окончания реверса. Закончен, да. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Эдиты забираются чистые и светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Не возвращаются биоматериалы. Скалограммы. Скэнер, дай мне полноту души. Теперь уже 100%. Сколько? Было 96%. 4%. Хорошо. Готов. Хорошо. Начинаем с инсектоида. Выходи. Вытаскивай свой инкубатор. Есть у тебя инкубатор там? Да, у него есть инкубатор. Хорошо. Все, вытаскивай. Ничего не забывай. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Приступай. Пока он вытаскивает, демон, скажи мне, и где лярвы в биополе Эдиты? У нее заживота, у нее лярва. От инсектоида, да? У нее переживания туда идут. А, сливается туда вся энергия. Понятно. И сердечная чакра, камень у нее душевный. А откуда этот камень? Ты в курсе? Душевные переживания. Ты посмотри, какие переживания у нас. Хочешь получить эти лярвы? Хочет. Я дам тебе отдельную команду, когда ты все вытащишь. Твоя очередь все идет. Сектой забрал. Хорошо, демон, твоя очередь. Выходи, вытаскивай, отключайся полностью. Все, что ты оставил в ее биополе. Как закончишь, доложи мне. Я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. У демона такие на ногах веревки. Да. Как лассо. Он показывает, где он их поставил. У нее в квартире с левой стороны шкаф. Нижняя часть. Это очень холодный портал нижний. Он оттуда положил, как эти два лассо. Она у них наступила. Он затянул. И он растягивает их, насколько ему нужно. Из портала. Она ей разрешает ходить везде. Она может потянуть. Понятно. Это сегодня будет все закончено. Снял все. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы. Отключайся полностью. Ничего не забывай. Лярвы хочет. Разрешай демону забрать лярвы. Готов. Давай, Синий дракон, выходи. Твоя очередь. Вытаскивай платы. Отключайся полностью. Готов. Спрут, твоя очередь. Выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся. Возвращайся назад. Возврата присоски. Голова. Как она ощущала тебя? Спрея. Плотность ощущала. Он как шапкой на ней был. Мысли у нее постоянные. Там варились каши. Вот причина этих мыслей. Поток свежий не шел. Ну и как же? Откуда ему идти, если он все перекрыл? Я снял. Семь лет причем. Хорошо. Гуманоид на твоей чистоте. Осталось что-то незамеченным. Невытащенным. Нет. Хорошо. Идем дальше. Дадаю команду на рассинхронизацию Эдиты со Спрутом, гуманоидом, его голограммой, синим драконом, инсектоидом, демоном. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Дадаю команду скэннеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто у нее. Хорошо. Так, все прошли проверку. Демон. Хочешь получить эмоциональный фантом? Хочет. Тогда расскажи мне, расскажешь о первопричинах. Я сейчас буду перечислять частоты. Если что-то отзовется, назовешь меня потом их. Выходит эмоциональный фантом Эдиты, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие аббрационные эмоциональные энергии, аббрационная ересь, генерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Вышел фантом. Как он выглядит? Он выглядит, как вот такие завитки у овечьей шкуры. Серые, темные, черные, разные эмоции. Это в основном не... Хорошо, Эдита, эти эмоции вы сами сгенерировали. Здесь вам уже никто не мешал. Вы готовы от них отказаться, расстаться с ними? Готово. Сворачиваете энергию в шар, забираешь демон? Забирает. Отправляю демона. Слушаю тебя. Грусть, разочарование, тоска, скука, переживание. Это то, что у него было на сердце. Все понятно. Хорошо. Пусть Эдита сделает выводы из этой ситуации. Сейчас я отпускаю спрута, синего дракона и демона. Для спрута и синего дракона я открою один портал. Для демона отдельный портал в квартиру. Эдит. Вы соберете все, что вы там оставили. Я приду, проверю. Демон мне покажет еще все порталы в этой квартире. Я их закрою. И за это демон получит весь негатив в этой квартире. Устраивает? Устраивает. У синего дракона тоже есть плата там. Я ей сказал, синий дракон, демон и спрут. Открывается два портала в квартиру Эдит. Спрут и синий дракон уходят в один портал в квартиру. Собирает все. Дождается меня. И демон уходит в свой портал. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Инсектоид. Ты больше не придешь в это биополе. Это понятно? Да, ему понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Гуманоид Орион. Три года, четыре месяца сидел в биополе. Голограмма стоит в клетке. Вернули 4% души. Запираем. Благодарю. Голограмма уничтожить. Под голограммой, откроя воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Идем дальше. Поехали по частотам. Есть. Хорошо, Эдита, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Наполнена и заряжена новыми энергиями. Отлично. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле. Приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учитель для Эдита. Это женщина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой перво в данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учитель для Эдиты. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Как приятно находиться здесь. И я приветствую вас. Меня зовут Акулия. Акулия. Добро пожаловать, уважаемый куратор Акулия, в нашу комнату диагностики. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной Эдиты. У нее остались 10 вопросов, которые она хотела задать своему куратору. Будете ли вы так любезны? Да, я буду так любезна. С удовольствием отвечу на все вопросы. Благодарю вас. Первый вопрос. Каково происхождение моей души? Мы приветствуем представителя созвездия Лиры в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Благодарю вас за этот прием и внимание к созвездию Лира. Идем дальше. Второй вопрос. Моя душевная энергия. Как я могу ее восполнить каждый день или восполнять? Энергия Двое Души выглядит как прекрасный свет созвездия Лира. Немного напоминающий лунный свет, но менее желтый, более белых оттенков. Созвездие Лира имеет свою вибрацию и звуки. Ты можешь наполнять себя, представляя и визуализируя поток этой энергии для более приятного улучшения, поднятия вибраций и настроения. Включи в себя лирическую музыку, ту музыку, под которую ты будешь улыбаться, которая будет уносить тебя от твоих тревожных мыслей и которая будет приятна тебе по вибрациям, плавные движения и улыбка, как я сказала раньше. Вы закончили? Да. Если вы закончили, я не хочу вас перебивать. Скажите, что вы закончили, и тогда я буду в курсе. Благодарю вас. Следующий вопрос, третий. Каков уровень моего высшего Я? Моя высшая Я находится на десятом уровне развития осознанности. Но я закончила. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Каково мое предназначение в этой земной жизни? Ну как же? Энергии лиры необходимы планеты Земля. А души лирианские ищут путь дальнейшего развития и осознанности на таких приятных планетах, как Земля, с ее фауной и флорой. Пауна и флора имеют свои вибрации и музыкальные такты. Твоя душа в состоянии уловить эти вибрации, ультразвуки, звуки настроения природы и животного мира. Постарайся подстроиться по вибрациям на чистоту Земли и ее элементов, таких как вода, воздух, огонь и сама Земля. Земля и космос, космические энергии и соединение с ними поможет, в этом поможет Меркаба. Ты можешь чувствовать энергии Земли и энергии космоса более четко через защиту Меркаба. Меркаба. Она пропускает космические энергии и балансируется с Землями. Я закончила. Благодарю вас. Шестой вопрос. Как избавиться от головных болей и аутоиммунного заболевания? Поднимая свои вибрации, находя радость и вспоминая, кто ты. Энергии Лиры могут выдавить головные боли, воспоминания, неприятный негатив, находящийся внутри и все, что с этим связано. Забудь про все свои переживания и вспомни, кто ты есть. Ты не пришла сюда за переживаниями и болями. Ты пришла наполняться своими энергиями и делить их с энергиями планеты Земля своим позитивом и радостью. Это самое главное. И это самый приятный и, я бы сказала, надежный источник излечения. Менять внутреннее отношение к миру. Меняются энергии, накапливаются позитивные. С радостью, счастьем и отсюда все твои вибрации изнутри выходят наружу, уничтожая негатив и пустоту, боль и болезни, соответственно притягивая здоровое и позитивное к тебе. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Акуля. У меня вопрос, не перескочил ли я случайно здесь. Я повторю пятый вопрос. Что из моих предыдущих воплощений препятствует моему самовыражению в этой жизни? Ты приземляешься очень сильно и включаешься в земные проблемы и чувства, которые совершенно не нужны тебе, и приземляют тебя к земной рутине. Забывая про космическую связь, ты синхронизируешься с землей и наполняешься только земными энергиями, которые притягивают тебя. Это притяжение, оно лишнее. Тебе нужно находиться между космическими и земными энергиями, балансируя в Меркабе. Только так твоя легкость и знания, кто ты, смогут дарить тебе твои энергии, их понимание и развитие в дальнейшем. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Акулия. Седьмой вопрос. Как мне исцелить сердечную чакру после травмирующего брака? Как я сказала выше, забудь все, что было, и вернись к тому, кто ты. Начни с ревизуализации своих энергий. Почувствуй улыбку у себя на устах. Почувствуй то, от чего ты получаешь эту улыбку. Я сказала выше, что музыка будет приятным бонусом, и сама того не замечая, ты сможешь двигаться в такт, получать удовольствие и улыбаться. Начни с наполнения энергиями и понимания, кто ты. Почувствуй свою полноту души. Именно душевное состояние важно внутри каждого человека. Теряя душу, человек теряет уверенность и свой баланс. Именно это с тобой произошло. Обида, страх, непонимание, горечь заполнили тебя. Сейчас, когда все это выдавлено, вспомни, кто ты, прочувствуй и увидь этот свет, лирианский, наполняющий тебя. Наполняй пустые места, больные места и места, где ты чувствуешь, где ты чувствуешь. То есть, если ты грустишь, страдаешь, ты чувствуешь эту боль в сердце и руке. Поэтому наполняй себя энергиями, лиры, заполняй эти места. Со временем ты увидишь свой прекрасный свет, который выходит из тебя. Это свет души. Он искрится. Он живой. И именно его нужно беречь и хранить. Он не должен быть разрушен. Он излечивает разрушенные клетки, чувства, чакры, душевное состояние. Это и есть. Помнить свои энергии и понять, какую силу они несут. Научиться защищать их. А земные проблемы и земные, назовем их неурядицы, не должны так притягивать и приземлять. Только поднявшись над ними, ты сможешь понять это. Только наполнившись своими энергией, вспомнив, кто ты, ты можешь понять это. Понимая это, открывается новый путь, так как твои вибрации поднимаются над низкими вибрациями. Благодарю. И я благодарю вас, уважаемая Акуля. Восьмой вопрос. Как отличить советы и знаки моего Куратора от советов и знаков неблагих существ, сущностей? Чтобы слышать мои советы, нужно быть чистой изнутри. И еще раз говорю, цельной. Сохранять свой суверенитет и охранять свой суверенитет. Я имею в виду энергии Лиры. Только так ты будешь слышать четкие советы от меня. Сперва это будут очень короткие ответы в виде «да» или «нет». Развивая свою внутреннюю энергию, укрепляя ее, ты будешь четко, интуитивно отличать правильность своих движений, так как все движения будут согласованы с душой и по душе. Ты не отвечаешь за поступки других людей. Ты отвечаешь только за свои поступки и правильность решений. Иногда мы получаем разочарование, но и оно нужно, чтобы еще больше укрепиться и защищаться. Как от интерферентов, так и от низких вибраций людей, живущих на Земле. И я благодарю вас за этот развернутый ответ, уважаемая Акулия. Девятый вопрос. Какие таланты, какие способности я должна развивать в этой жизни? Ты сама преградила себе путь с талантами и способностями, чем я уже говорила выше, заземлившись и погрязнув в земной ретине, добавив в себе тяжелые энергии планеты Земля. Энергии Земли и космоса должны быть сбалансированы и распределены правильно. Твои таланты — это творчество. Как я говорила раньше, начни с музыки и музыкальных ритмов, приятных тебе лирических. Только погрузившись в атмосферу душевного приятного состояния и улыбки, ты сможешь различать правильные пути, и новые двери откроются тебе. С грустью и пустотой двери закрыты. Именно поэтому ты здесь. Понять, как нужно двигаться дальше, работая изнутри, наполняя себя и понимая, что твои энергии — это самое важное и самое первое, о чем ты должна думать и заботиться. Это не эгоизм, это внутренний баланс. Благодарю. Благодарю вас, Акулия. Последний, десятый вопрос. Есть ли какие-то советы от вас мне? Я лишь хочу посоветовать легкие медитации без глубокого погружения. Там, где отдыхает мозг с великолепной музыкой, состояние безмыслия и уверенности. В этом состоянии ты получаешь баланс между энергиями Земли и космоса. Именно это состояние дает тебе гармонию и вибрации, ниже которых не нужно опускать свои энергии и состояние души, которая вибрирует в определенном диапазоне. Спускаясь ниже, ты получаешь негатив, пустоту и серость. Поэтому твоя главная работа – вспомнить, кто ты, получать удовольствие от энергии Лиры и балансируя их, развиваться дальше. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Акуля. Вопросов больше нет. У меня остался один вопрос по чистке сегодняшней, если бы вы могли немножечко внести ясность. Мы сегодня пытались найти причину ее сонного паралича, который у нее есть. И я думал, это лежит в сущностях, но оказалось, там какой-то блок у нее стоит, который должен быть проработан. Не могли бы вы как-то осветить эту тему? Если это ей во благо, конечно. Да, в одном из своих воплощений ты пережила уничтожение определенной цивилизации. Назовем это ядерным взрывом. Именно это ослепляет тебя и уничтожает. Именно это осталось в твоей генетической памяти. Но именно это ты выбрала сама в своем воплощении. Благодарю вас. Значит, она знала, что она делает. Уважаемая Акулия, у меня вопросов больше нет. Осталась только одна, один нюанс. У нас есть в этой комнате диагностики очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который нас посещает, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Акулии, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее визит, за ее помощь своей подопечной, за то, что она достучалась до нее и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Прекрасный подарок. Я слышу музыку в этих ягодах. Благодарю вас за это. Это очень лирическое произведение искусств. Так и есть. Передавайте, пожалуйста, на этом месте привет со звездью Лира. Мы будем рады всем кураторам и учителям, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать все преграды на их пути, открыть эти двери, в которые они дальше должны будут уже пойти сами. Благодарю вас за это. За подарок, за встречу и за прекрасную атмосферу. Благодарим и мы вас. Мы не прощаемся. Я говорю до скорых встреч. Всего вам наилучшего, уважаемая Акулия. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Эдита, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. Какая великолепная встреча и великолепный сеанс. Я чувствую мои энергии, лиры, лирианские энергии. Это так приятно ощущать и приятно говорить о них. Они имеют свой музыкальный звук, тон, вибрации. И я его чувствую прямо сейчас. Благодарю вас за это. Во благо. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И сразу переходим к чистке вашей квартиры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok